Всем привет! Меня зовут Алина Кузимович. Представлюсь для тех, кто будет смотреть прямой эфир в записи. Извините за голос, чуть болею и не могу сидеть на месте, ничего не делать, поэтому выхожу в прямые эфиры, как и обещала. Надеюсь, они теперь будут регулярные. Раз в неделю по средам буду очень сильно стараться, потому что у меня выбор либо консультации, и хочется прямые эфиры, но я плохо себя чувствую, когда люди ждут, не могу жертвовать прямыми эфирами, хотя очень-очень сильно хочется чаще к вам выходить и рассказывать вам что-то полезное, держать в курсе событий. Так как времени очень подходящее для прямого эфира, нас будет, скорее всего, немного, но вы сможете посмотреть в записи, я сохраню. Сегодня среда, день Меркурия, как раз день очень хороший. И для обучения, для получения информации, для контактов, коммуникаций. В общем, очень обожаю среду. Я сама родилась, кстати, в среду, день Меркурия. И Меркурий — моя главная планета, поэтому люблю этот день. И он такой лёгкий. Понятно, что влияют и лунные сутки, и Накшатры, и знак, в котором находится Луна. Сегодня, кстати, лунные сутки не очень хорошие. Но ничего страшного, ведическая астрология как раз и даёт нам методы гармонизации, коррекции неблагоприятных влияний. Сегодня я хотела вам рассказать отличия западной астрологии от ведической. По-моему, я ещё никогда не делала на такую тему прямые эфиры, и, возможно, даже не писала посты, но на обучении, на своих курсах я об этом обязательно проговариваю. На протяжении всего обучения практически на каждом уроке мы находим какие-то отличия. И с чего мы начнём? Я себе сделала маленький конспект. Кстати, вчера закончили обучение девочки второго потока. Обучение длится три месяца. Но я сделала астроклубы, где они могут продолжать обучение астроклуб только для тех, кто у меня учился. Очень мне понравилось обучать. Это как моё такое призвание. Консультировать я тоже очень сильно люблю. Консультирую больше шести лет. Сегодня как раз и расскажу, как я пришла к ведической астрологии, почему я выбрала именно ведическую, индийскую астрологию, которая называется, джиотиш. Этот прямой эфир ни в коем случае не будет осуждать, либо критиковать, либо унижать западную астрологию. Я уважительно отношусь к ней тоже. Но расскажу просто отличия для того, чтобы вы знали. Потому что часто ко мне приходят на консультацию люди после западных астрологов, и у них чуть-чуть такое непонимание, почему один астролог говорит одно, один знак, почему другой астролог говорит другое, кто я на самом деле и так далее. То есть вы, понятно, что будете выбирать то, что ближе вам. Лично я, когда решила стать астрологом и искала тогда, где учиться, искала школу ведической астрологии, тогда было сложно мне её найти. И перед этим я успела пойти на две консультации к двум разным западным астрологам. И вы знаете, тоже многое откликнулось. То есть всё-таки астрология — это инструмент, и в руках специалиста тут имеет значение, опять же, к кому вы попадёте. Но я всё равно пошла учиться на ведического астролога. То есть я шла, я уже знала, что я буду учиться, но мне важно было получить какое-то подтверждение и так далее. Кстати, к этому, скорее всего, ещё вернусь. Как всё-таки я к этому пришла? Это было в особое время. Ладно, давайте сразу вам расскажу. В общем, было сложно, у меня был период, это было примерно 29 лет, астрологи знают, что это возраст возвращения Сатурна, и в жизни были у меня такие экстремальные, страшные ситуации в этот период, на грани смерти. Но до этого я всегда интересовалась разной эзотерикой, очень любила йогу, при том, что я была много леттренером по фитнесу, но для себя занималась. То есть йога у меня более light такая, фитнесская йога. А юрведа, да-да, то есть мне всегда это всё очень сильно нравилось. И лечили меня всегда нетрадиционные врачи. И вот был такой сложный очень период. После него я поехала на отдых в Египет, и там познакомилась с ведическим астрологом, который мне рассказал вот так сходу сразу обо мне ребёнку. Я сильно очень удивилась. И он мне тогда очень посоветовал изучать ведическую астрологию. Я в заметках быстро записывала, что мне читать, что мне учить, куда мне это. То есть старалась сохранить важную информацию. Больше этого мужчины не видела, кстати. Они были с женой, выглядели очень молодо. У них был внук, и все думали, что это их ребёнок. Они до такой степени классно выглядели. Они рано просыпались. Они делали комплекс приветствия солнца по утрам. Ходили, пили водичку. В общем, такой, знаете, пример идеального образа жизни. Очень привет. То есть от них шло вот это такое тепло. Они, кстати, в Киеве у них была какая-то тоже клиника нетрадиционная, какая-то медицина. По профессии они были как врачи, но в итоге обучались. В общем, вот это меня очень сильно заинтересовало. Плюс уже после очень сложного периода, когда я задумалась уже, о боже, то есть я могла умереть, а я выжила. А в чём смысл жизни? А какое моё предназначение? А я себя ещё не так реализовала, как бы я хотела. Потому что я была тренером очень много лет, с 2007 года, и до сих пор я работаю тренером. Но перед тем, как поступать в Инфиас, я поступала на психолога. То есть я планировала за три года до поступления учиться на психолога. Мне это очень нравилось. Но в последний момент передумала. Прямо вот в последний момент просто мне не понравилась атмосфера. В одном университете тёмная, угрюмая, все злые. Пришла в Инфиас, а там всё светло, красиво. То есть интуитивно я выбрала это направление. Я очень хотела всегда помогать людям. И когда у нас спрашивали, снимали нас на видео на первом курсе, говорили, какая ваша цель и так далее, то я говорила, я хочу помогать людям, чтобы они были красивы, счастливы и здоровы. В общем, в итоге жизнь меня привела к астрологии. И вот эта психология, которая очень интересовалась, тоже изучала, много читала, она мне сейчас тоже очень сильно помогает в понимании людей и так далее. Юридическая астрология, она очень такая тоже глубокая, философская. В ней можно копаться бесконечно, изучать её тоже можно до конца своей жизни. А я такая переменчивая чуть-чуть, очень быстрая, лёгкая, да, меркурианка. И мне скучно одно и то же. Поэтому я совмещаю две разные профессии, что это непривычно для кого-то. Потому что я люблю переключаться. И во мне много граней может быть. В общем, так я пришла. Пошла на консультацию к двум астрологам. Они мне подтвердили, сказали то, что я хотела услышать. Им я потом в конце говорила, что я хочу обучаться, но только ищу ведическую. Нашла в итоге. И вот продолжаю обучаться и до сих пор. И своим ученицам тоже рекомендую всё время обучаться, развиваться, читать, углубляться. То есть слоями, не сразу вот идти в глубину, это очень сложно, потому что это притупляет интуицию. Всё-таки в ведической астрологии очень важна интуиция её сохранить и развивать. Она очень помогает. Ну что? Почему? В чём отличие западной ведической? В том, что западная астрология как бы фиксированную всё использует, а ведическая астрология, она учитывает прецессию, а янамшу ещё назвать по-другому. Вот смещение земной оси, наклон. И идёт разница в градусах. Поэтому, например, по Солнцу вы можете быть у западного астролога близнецом, а у ведического тельцом. И все знаки так смещаются. Все знаки, то есть планеты в знаках смещаются на 23-24 градуса. Это примерно аж целый знак. И получается, что всё по-другому. И ведическая астрология, она очень древняя. Больше пяти тысяч лет она передавалась от мудреца к мудрецу. Прописана в таких древних трактатах в Индии. Это индийская астрология, на санскрите и так далее. И уже тогда, ещё две тысячи с половиной лет, прецессия не была такой сильно заметной разницей в градусах. И они это учитывали. И вот то, что сейчас говорят про тринадцатый знак зодиака, это и есть вот эта разница, то есть смещение вот этой ведической астрологии учитывает, западной не учитывает. То есть ведическая астрология смотрит, как есть это сейчас на самом деле, а западная смотрит, как было когда-то, как проекция. Как бы считается, что более точное всё-таки рано или поздно многие западные астрологи всё-таки приходят к ведической, начинают использовать разные такие методы предсказаний с ведической астрологией. Дальше, опять же, равнодомная система. В западной астрологии в одном доме гороскопа может быть несколько знаков. А в ведической астрологии один знак — это один дом. Делится ровно на 30 градусов. У нас есть 12 домов гороскопа, 12 сверхжизни, 12 знаков зодиака, и каждый знак попадает в какой-то дом. Это очень удобно и очень просто. Дальше. Западные астрологи не используют теневые планеты Раху и Кету. А ведическая астрология очень, опять же, это учитывает, это важные такие планеты. Это демон как будто разрезан пополам, Раху показывают наши желания души, кармические задачи, Кету показывают наши таланты, то, что мы проработали в прошлой жизни. По-моему, в западной это как восходящий-нисходящий узел называют. И что-то они чуть-чуть об этом говорят, но в ведической астрологии это прям очень важная тема. Она раскрывается очень-очень сильно глубоко. В западной астрологии используют еще планеты Уран, Плутон, Нептун, такие мелкие планеты, как они называются, забыла. В общем, невидимые, можно так сказать. То есть ведическая астрология их не учитывает, считает, что их влияние незначительное. Но в настоящее время, так как война и такие мировые важные события происходят, то как бы в предсказательной астрологии для мировых событий, то ведические астрологи иногда смотрят вот эти планеты. Но не все, и считается, что они не так сильно важны. В ведической астрологии рассматривают Солнце и Луну, это два светила, Раху и Кету, это теневые узлы, это Венера, Меркурий, Сатурн, Марс, Меркурий. Вот эти вот планеты, семь видимых и две невидимые, Раху и Кету, мы их на небе не видим. И западная астрология, она как бы большее значение придает положению Солнца в гороскопе. Поэтому и журнальная астрология, к которой мы привыкли с детства, то есть я родилась 29 апреля, значит, я телец, и мы в журналах читали прогноз для своих знаков, да, очень все примитивно, и вообще я уже знаю, что это все часто придумывают журналисты, сами пишут прогнозы, да, то есть не сильно там надо доверять, хотя я сама пишу иногда, то есть надо смотреть, кто пишет, журналист все-таки или астролог. И больше как бы значение уделяют Солнцу, солнечному знаку. Но я уже говорила, что разница в градусах и ваш солнечный знак чаще всего отличается в ведической астрологии. Это раз. И в ведической астрологии больше внимания уделяют восходящему знаку, асцеденту и Луне, потому что считается, что ведическая астрология — это лунная астрология, джиотиш в переводе свет, то есть Луна в ведической астрологии прям очень-очень сильно важна, очень сильно важна. То есть мы смотрим и транзиты по лунной карте, да, и вообще очень важна Луна для ведических астрологов. То есть Луна влияет на все живое каждый день, каждые пару дней она меняет свой знак, это наш ум, наша психика, и мы очень как бы подвержены влиянию Луны. В ведической астрологии она ставится на первое место. В западной астрологии это больше Солнце. Также в ведической астрологии используют планетарные периоды. В западной астрологии такого нет. В ведической астрологии у каждого человека можно увидеть личные планетарные периоды. И они рассчитаны на 120 лет у каждого человека. То есть предполагается, что каждый человек может доживать до 120 лет. Они всё время меняются, эти планетарные периоды. И мы можем посмотреть, на каком этапе сейчас находится человек, что он может сейчас проживать, какие домогороскопы у него сейчас включаются и так далее. В западной астрологии нет планетарных периодов. Там делают предсказания только по транзитам. В ведической астрологии на первое место ставятся личные планетарные периоды, а транзиты, они как бы чуть-чуть общие. Вот сейчас у нас что, Меркурий ретроградный, Меркурий сейчас ретроградный у всех. В таком же знаке он стоит у всех, но в домах разных, полонные знаки. То есть самое главное — это период. Курьер — это транзит. Он куда-то там в какой-то дом заходит и проявляет. Но он уже на втором месте, на 70%, больше влияет период на 30% транзит. И период, он очень индивидуальный. Ну ладно, ведическая астрология рассматривает и транзиты, и периоды. Также ведическая астрология использует лунные стоянки. Они называются Накшатры, созвездия. Их есть 27. То есть западная астрология их не учитывает. Она о них не знает. Ведическая, индийская, самая древняя, она их использует. Потому что были Накшатры когда-то, а знаков Зодиака еще не было. И знаков Зодиака — 12, а лунных стоянок — 27. И кроме этого, еще каждая лунная стоянка Накшатра делится на 4 части, на 4 пады. Получается 108 характеристик. То есть каждая планета, каждая планета у каждого человека может находиться в каком-то доме, в каком-то знаке. И еще в какой-то Накшатре, и еще в какой-то части этой Накшатре. То есть это до такой степени все люди индивидуальные, опять же. И вот этот восходящий знак. То есть в западной астрологии привыкли человек по солнцу, телец. А ты близнец, потому что в июне родился. А ты еще кто-то. А в ведической астрологии все 12 знаков Зодиака восходящих рождаются в один день. За день рождаются все 12 знаков Зодиака. И восходящий знак меняется каждые 2-3 часа. Это очень-очень сильно интересно. И Накшатры очень важны. Если человеку можно даже по Накшатрам только описать. Понимаете, зная хотя бы Накшатры Луны, уже о человеке можно сказать очень много. Очень много точной информации можно сказать благодаря этим знаниям. Также западная астрология использует только одну карту. В ведической астрологии есть основная карта раси, есть лунная карта, карта подсознания. То есть есть много дробных карт. Можно увидеть каждую сферу нашу подробно очень сильно. То есть дробные карты – это тоже то, чего нет в западной астрологии, то, что есть в ведической. Поэтому я и говорю, что если начать изучать дробные карты подробно, это можно до конца своей жизни изучать. И вообще профессия астролога – это очень круто. До конца своих лет можно быть астрологом, помогать людям, себе все время развиваться. Это очень интересно. В ведической астрологии также используются йоги. Такие комбинации есть разные. Йога богатства, йога бедности, соединения планет, особые положения, которые тоже нам дают очень-очень много информации о человеке. То есть очень много есть разных йог. Мы это тоже изучаем на моем курсе по ведической астрологии. Есть аспект ведической астрологии. Отличие в том, что есть аспекты не только планет, но и знаков. По-моему, в западной же тоже есть аспекты. Но там разница есть в том… Аспект – это взгляд планеты. Они смотрят на другое. И в западной астрологии аспекты могут быть негативными или позитивными. А ведическое все зависит от самой планеты. Тоже у каждого человека, каждая планета для кого-то позитивная, для кого-то негативная, смотря каким домом управляют, где стоит, какую силу имеют. Еще, кстати, и сила планет ведической астрологии. У кого-то ослабленная планета в падении, у кого-то в экзальтации. То есть это тоже очень сильно все влияет на людей. Ну и в ведической астрологии есть система, как бы очень много методов гармонизации, негативных влияний. Западные астрологи чаще всего просто рассказывают информацию о человеке. То есть описательная такая астрология. То есть, возможно, прогностика благодаря транзитам чуть есть. В ведической астрологии мы можем описывать полностью человека, делать прогнозирование, рассказывать, предполагать, что когда случится и так далее. Но еще самое важное, что тут есть. То есть человеку можно не говорить ничего. Какое он, что было, что будет. Можно даже это не говорить. Можно, если очень ценная информация, информация — это что этому человеку делать, чтобы ему улучшить его гороскоп, его жизнь и так далее. То есть это упаи, методы гармонизации неблагоприятных влияний. Если мы видим ослабленную планету человека, если мы видим ретроградную, мы все это можем гармонизовать. И человек, получив информацию, он уходит потом и начинает менять свой образ жизни, свою жизнь, улучшает ее. То есть он не просто уходит с информации, он уходит с определенными, как будто вот кому-то много надо чего-то делать, кому-то немного. И потом он выбирает, знать и делать, либо знать и не делать. Понятно, что лучше знать и делать, чтобы изменить свою жизнь, стать успешнее, лучше не допустить плохого. Потому что что-то предопределено, что-то недопределено. Все это зависит от кармы. Ведической астрологии очень большое внимание уделяется карме. И ведическая астрология все-таки была нам дана просветленными мудрецами в медитации, передавалась больше пяти тысяч лет от мудреца к мудрецу. Потом была она записана. Она очень сильно связана с ведами. Она очень сильно связана с йогой, с аюрведой. То есть очень сильно. И это целая система, это комплекс. Это очень интересно. В этом можно разбираться бесконечно. Особенно тем людям, которые интересуются такими вещами, йогой, аюрведой, что у нас еще там, медитаз. Все это очень сильно взаимосвязано. И личность астролога. В ведической астрологии большое внимание уделяется личности астрологам. Астролог должен делать то, что он говорит, то, что он советует людям. Делать те же упаи, гармонизации планетам и так далее. То, что он рекомендует, он должен сам использовать, жить в ритме со Вселенной по каждому дню недели. Опять же, каждым днем недели управляет определенная планета и так далее. То есть есть правила консультирования. Ведический астролог должен развивать интуицию очень сильно. не навредить ни в коем случае, не делать каких-то плохих предсказаний, установок, как это иногда делают. Потом люди приходят после консультации, говорят, а мне сказали, что у меня будет развод, а мне сказали, что у меня не будет детей. То есть это все зависит, опять же, от астролога. Есть некомпетентные люди, которые надо знать, кому как что говорить. Я вчера на уроке рассказывала, что иногда по натальной карте мы видим, кому надо жестко сказать. Потому что есть комбинации рака в гороскопе, которые можно увидеть, что у человека есть склонность, он может заболеть раком, мы можем это увидеть. Иногда некоторым надо сказать жестко, и тогда человек поменяет образ жизни и не допустит этого. Но есть, мы видим в гороскопе, что люди очень чувствительные, что у них очень сильная психосоматика, что очень сильно себя накручивают. Им ни в коем случае нельзя говорить жестко, потому что они на следующий день уже заболеют. Поэтому все индивидуально, это все изучается, это все передается от учителя к ученику. И это не учится по книгам. То есть в ведическую астрологию нельзя выучить по книгам. Тут такая концепция, что это обязательно, эти знания должны передаться от учителя к ученику. Поэтому приглашаю вас к себе на курс, который начинается 17 сентября. Мини-группы обучения длится 3 месяца. Очень-очень много информации, которая сохраняется на всю жизнь у вас. И онлайн-уроки, много материалов дополнительных. И сразу практика, мои ученицы уже консультировали, уже два потока было, закончился вчера второй. В первом потоке девочки начали консультировать прямо сразу во время обучения. И уже почти отбили стоимость самого обучения. Это очень востребовано. Было всегда и будет. Но опять же, астрологов много. Если вы станете тем, кто будет всё время развиваться, качественно проводить консультации, души искренне стараясь помочь людям, так вам всегда люди будут возвращаться, и вас будут советы. Как это делают со мной? Я постоянно получаю обратную связь. И у меня очень много постоянных клиентов, которые по 6 лет уже ко мне обращаются. Каждый день я получаю очень много сообщений. Кому-то прогноз на год, кому-то карту надо ребёнку, дети рождаются, подобрать дату свадьбы. Кому-то девочка вчера писала, что будет покупать квартиру, надо подобрать дату. То есть люди уже в теме. Раньше такого не было. Раньше это не было так сильно популярно. Что ещё? Это годовой прогноз. Очень полезно делать соляр. В западной называется. Варшабхала в ведической. Когда мы можем даже закладывать события, правильно проводя 12 дней после дня рождения. Но знать, когда это время начинается, когда солнце возвращается в те же градусы, где было на момент рождения. Если у вас есть вопросы, можете мне задать. Такие важные отличия я сказала. Если сейчас что-то ещё вспомню, обязательно скажу. Вы напишите потом в комментариях, кто был на консультации у астролога. Были вы у ведического, либо у западного астролога. Тоже обязательно напишите. Завтра, кстати, у меня будет в Астроклубе для учениц урок. Мы будем разбирать восходящий знак телец полностью, очень подробно. И, возможно, я чуть-чуть выйду в прямой эфир для того, чтобы показать кусочек урока. Буду стараться проводить прямые эфиры каждую среду примерно. В 12.00 буду заранее напоминать. Очень хочу опять же их проводить. Ну и напоминаю, что этот прямой эфир был не с целью обидеть западную астрологию. А я, опять же, очень уважительно отношусь ко всем направлениям, особенно к людям, которые помогают. Опять же, это инструмент. И всё зависит от Личности астролога. И кому-то ближе. То есть вы должны попробовать пойти на консультацию к такому, к такому. И посмотрите, где более точнее вы о себе информацию слышали. Что ближе вам. Той концепции придерживайтесь. Но я выбираю ведическую астрологию. И передаю опять же её как знание. Если есть вопросы, пишите. Я думала сегодня ещё ответить на вопросы личные. Давайте я отвечу на личные вопросы тем, кто поделится этим прямым эфиром у себя в сторис. Отметят меня. Тот человек сможет написать в комментариях свой вопрос и дату, город, время рождения я отвечу. Но ваш профиль должен быть открыт для того, чтобы я увидела ваш репост и отметку. То есть у вас есть такая возможность. Ну и напоминаю, что обучение начинается 17 сентября. Обучение примерно раз в два месяца набираю группу. Группы маленькие, специально. Это как естественный такой отбор. Не всем это надо. Не все к этому приходят. И напоминаю, что так же обучаю я индивидуально. Индивидуально можно начать в любое время. Посмотреть по вашему гороскопу, когда вам подходит, когда вам хорошо. С радостью. У меня есть сейчас одна ученица на индивидуальном обучении. Я много не беру, потому что я все же до сих пор еще консультирую и буду это делать. Плюс у меня женский онлайн-клуб. И дети. Поэтому я стараюсь сейчас делать качественно, но не перекружаю. Поэтому я много не беру. И группы маленькие, потому что, опять же, это отбор. Это надо. Это для тех, кому это на самом деле надо. Я хочу обучать только тех, кто на самом деле хочет. И не зря, потому что каждая моя ученица. В итоге приходят такие люди, которые очень хорошо все понимают. Которые сразу в это все вникают. У которых получается, которые начинают консультировать. Я уверена, что они все станут успешными астрологами. Я очень рада, что вот эти сакральные знания будут распространяться и улучшать жизни многих людей. Потому что это очень созидательная профессия. Неразрушительная. Она ничего плохого не делает. Она реально очень сильно улучшает судьбы людей, карму и жизнь в целом. Как это сделала и с моей жизнью. Благодаря астрологии. Потому что я знала и знаю теперь, когда мне что лучше делать и так далее. Про близких, да, все знаю. Вот. Это, по-моему, все, что я хотела сказать. Обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны. Буду благодарна за лайк, за репост, за комментарий. Пишите данные рождения. И приходите на следующие прямые эфиры. Всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok